Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем Новый мир, третью книгу Торы Вайкра, книгу чистоты, книгу жертвоприношений. Говорится, что Тора живет по миру. Может быть, именно когда наступит, вот это наступило, точнее, новая книга, может быть, что-то изменится в мире. Она называется первым словом Вайкра, возвал Всевышний к пророку Маше. И возвал к Маше, да? В жизни человека бывают такие ситуации, когда он ясно чувствует, что Бог зовет его. Обычно это происходит, когда случается нечто такое, что выходит за рамки обыденности, и при вообще обычной жизни даже представить себе нельзя, в голову не могло влезть. Это значит, что это голос Бога. Какой он, к чему он нас поет, это надо различать. В нашей недельной главе рассказывается о хлебном приношении, карбонот. Что говорится? Когда душа принесет. Этот необычный оборот очень, потому что всегда человек принесет. И только о маленькой, вот, знаете, порыве человека, о маленькой минхе, то, что бедные приносили, говорится душам. Для чего это говорится? Что самая маленькая молитва, самого разбитого человека и есть самое важное для Бога. Сейчас все просят, молятся. Я видел фантастические картины молящихся людей сегодня, целыми толпами в стены плачет, просящих мир, плачущих о мире. Только о чем они все молятся? Верни все, как было. А почему произошло именно то, что мы разрушили мир практически? Почему такое зло родили мы в мире? Об этом мы не говорим, опять не просим. Сегодня надо просить возможность исправить. Верни нам ситуацию такая, как была, чтобы мы могли больше не жить так, как жили, и исправить то, что было. А что мы хотим? Мы хотим верни все назад. Верни, как было, мы будем опять спокойно смотреть на разрушающийся мир, на гей-парады по всему миру, на какую-то, не знаю, победу зла. Мы все время будем смотреть, верни нам это. Мы думали, что все это пройдет мимо нас, не будет касаться. Есть еще, знаете, есть очень простая вещь. Мы смотрели, как люди творят зло и проходили мимо. Знаете, сидят двое в лодке, один начинает сверлить дырку. Он говорит, ты что делаешь? Мы все утонем. Он говорит, мое дело, это мое место, я его купил. Ну что, да, мы твое, и мы пошли дальше. Вот так было в мире. Не зря сейчас начали рассказывать, это недельная глава, карбонот. Карбонот, это от слова близость. Это вот что такое жертва? Это помочь нам должно в понимании, спасет от ошибки. Обычно говорят, жертвовать, это что-то отдать от себя, удовлетворить там какого-то бога, идола, что-нибудь. Надеясь, что получить что-то взамен. Такого нет в религии. Надо приносить жертву, карбон, чтобы достигнуть близости к богу. Вот это вот сегодняшняя жертва. Сегодня все для близости к богу. В этом карбонот не отличается от других митцвод. Все заповеди для этой цели. Посмотрите, как интересно сказано. Тора назвала вот этот карбонот приношения хлебом Всевышнего. Что такое хлеб для человека? Без пищи мы бы умерли. А что такое смерть? Это разделение между душой и телом. Душа живет в то время, как тело хоронит в земле. Таким образом, пища дает возможность душе, связанной быть с телом. В том же идее наших жертвоприношений. Во многих отношениях между Всевышним и миром, это отношения между душой и телом. Когда мы ничего не делаем в этом мире, ничего не выполняем, присутствие Всевышнего оставляет мир. Различие в том, что по своей доброте он еще хоть как-то его поддерживает на некотором низком уровне божественного управления. Даже когда люди полностью греховные уничтожают мир. Мир не становится полностью разрушенным только по воле Бога. А мы его уже фактически разрушили. То, что творится в мире, это наша работа. Мир падает на намного более низком уровне. Это частичная смерть. Вот о чем он рассказывает этот карбонот. Сегодня нет жертвоприношений в храме. Но есть что? Есть молитва. Молитва заменяет жертвоприношения. Значит, молитва должна стать тем, что приблизит нас к Богу. Не выпрашивать мы, к сожалению, должны у него. Потому что каждому хочется попросить, а стараться верни нам вот этот духовный уровень. Человек должен подумать и понять, что плохо и ужасно то, что наставил Бога. Ритуальный поход раз в месяц или куда-то сказать, это не Бог. Пусть дойдет на мысль, сказанное в книге Йова. Бойтесь меча, потому что гнев Всевышнего карает преступление мечом. Что сказано, когда Бог изгнал человека из рая? И поставил вращающийся меч для охранять дорогу жизни. Каждый раз, когда мы доводим мир до того, что вот-вот он гибнет, появляется огненный меч. И через страдания, через боль возвращает нас назад, хотя бы к тому источнику, с чего мы начали. Обратите внимание, как даже сейчас люди в ужасах, в кошмаре начали сразу меняться к лучшему. Личная молитва сегодня увеличивает духовность. К сожалению, сегодня это происходит только тогда, когда над нами уже есть приговор. Его очень тяжело исправлять, но можно. Все может победить молитва. Очевидно, мы дошли до ситуации, что хирургическое вмешательство было неизбежно. Когда врач делает операцию, режет человека, человеку больно, страшно. Но это необходимо с точки зрения врача, чтобы спасти жизнь. Наверное, Бог знает что-то такое, что мы довели этот мир до того, что другого варианта не было. Надо было нас трясти, вытрясти из нас это все. Это Шагима Шеха, но нам, нам самим. Нам надо понять это. Логика человека не может понять. Надо осознать, что у неба другая логика, другая правда. И только от нас сегодня все зависит. Это книга очищения, это книга карбонот, это книга приближения к Богу. Он рассказал нам, как спасаться в эти дни. Значит, нам надо максимально приближаться к Богу, очищать свою молитву, очищать свое сердце. И смотреть, видеть честно, что мы натворили в этом мире. Прохава от слоха, и пусть нас, вот это, Бог смилостивится над нами. Не просто потому, что мы плачем, а потому, что Он увидит, что мы собираемся действительно поменять этот мир. Вернуться к тому, что Он нам говорил. И прекратить разрушать его чудесное детище. Всем мира, всем добра.